Байбит замутили новое состязание Grand Prix Threadmasters 4. Станьте лидером по уровню прибыли и получите часть из призового пула на 1,5 миллиона USDT. А также дарят билеты на Формулу 1, закрытая пати и VIP-карточки. Ну и, конечно же, USDT-бонусы. Друзья, в общем, регистрация идёт ещё 17 дней. Вот здесь надо нажать «Участвовать». Вот, всё, мы это сделали, уже участвуем в состязании. И, собственно, призовой пул растёт от количества участников и общего торгового объёма. Так что нажимайте вот здесь тоже везде всё, участвуйте. Всё, как обычно, как на нашем с вами состязании, которое было недавно. Только это общее, то есть среди всех трейдеров. Поэтому торопитесь успеть зарегистрироваться, потому что потом нельзя будет это сделать. Ничего особенного не надо, платить ни за что не надо. Просто торгуете, как обычно, и получаете шанс на высокий выигрыш. Добро пожаловать на YouTube PlanoB. В этом обзоре на биткоин мы посмотрим на 7 графиков. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что это очень помогает людям находить мой контент. Первый график. Модель биткоина Stock to Flow. В общем, этот месяц биткоин закрыл немного выше 67 тысяч долларов. И это первая красная точка. Первый месяц после халвинга. И начало нового цикла. И я считаю, что биткоин покажет нам памп после халвинга так же, как он делал в прошлом цикле халвинга в 2020-м. И в предшествующем цикле. В 2017-м. А так же после халвинга в 2012-м и 2013-м. В общем, я считаю, что мы с вами снова увидим памп. И, конечно же, это ключевая основа модели Stock to Flow. Но время покажет. И, как вы знаете, я пересмотрел модель, модель Stock to Flow, на основании новых данных за последние пять лет. Потому что модель была опубликована в марте 2019-го, вот здесь, на дне медвежьего рынка. А сейчас прошло пять лет с того времени. Так что логичным было обновить модель и поточнее вместить ее в новые данные. И здорово то, что параметры модели не изменились в результате обновления. Степень осталась равной трем. Модель Stock to Flow находится в степени три. И единственный параметр, который немножко изменился, вот этот. Потому что он раньше был равным точка четыре, а сейчас точка двадцать пять. И все из-за того, что я убрал из модели монеты Сатоши из товарного запаса. Но на самом деле это немного повлияло и изменило в модели. При этом сделало модель гораздо более простой. Именно поэтому данный параметр и изменился. Но основной параметр, степень три, не поменялось. Более того, и что самое главное, результаты не поменялись. Что просто замечательно. Предыдущий цикл по-прежнему остался на пятьдесятка. Предсказание следующего же цикла осталось по-прежнему полмиллиона. Цикл же после этого четыре миллиона. И это вообще не поменялось. Единственное, что поменялось, это то, что теперь линию не колбасит. И то, почему ее раньше кидало, а сейчас она прямая, заключается в том, что сейчас я считаю... Вернее, использую среднюю цену за цикл. А в первой версии модели, которую я опубликовал в 2019-м, я использовал цену на уровне месяца в отношении Stock to Flow. Этот показатель менялся ежемесячно и делал линию кривой. Но, конечно, она не сильно менялась. Результатами больших изменений модели Stock to Flow является халвинг. Поэтому большие скачки рядом с халвингом сигнализируют о переоценке модели. А цена биткоина движется с небольшой задержкой, но в конце концов догоняет стоимость в модели. И это в точности то, что происходило в последние три халвинга. И я ожидаю то, что и произойдет в следующем году. Так что... Следующий график. Рыночные циклы биткоина. Мы по-прежнему в бычьем рынке, что и ожидалось. Конечно же, пока ничего серьезного еще не произошло. Поэтому нам нужно набраться терпения и дождаться начала пампа. И здесь я ничего реально не могу сделать. Поэтому следующий график. Индекс относительной силы, или RSI. И RSI увеличился с 66 до 69. И да, это примерно тот же самый уровень, который был в 2012. Верно? Первая красная точка, первый месяц после халвинга. В 2012 также точка была на уровне около 70. И после этого мы провели целый год на уровне выше 70. И почти даже полгода выше 80. И это то, что я ожидаю от следующего года. Как вы знаете. Кстати, мы примерно там же были в 2017. Эта красная точка появилась немного ниже. RSI был на 60. Но затем мы подросли и провели там весь оставшийся год. Над 70. И более полугода выше 80. Единственным отличавшимся был только предыдущий цикл. Конечно же, немного ниже, чем ожидалось. Из-за крупного запрета на майнинг в Китае, китайцы взяли и запретили майнинг. В итоге 50% сети было мгновенно выключено. Я подобного не ожидаю. И единицы говорят, что это может быть. Что убьет бычий рынок. Но несмотря на это, после появления первой красной точки, RSI подпрыгнул даже до 90. И что ж, это то, что нас ждет впереди. Следующий график. 200-недельная скользящая средняя для биткоина. И это 200-недельная скользящая средняя, конечно же, черная линия. Она находится на уровне 30 тысяч. Даже 36 тысяч. И прямо сейчас она растет. 200-недельная скользящая средняя для биткоина всегда растет, как вы знаете. Поэтому я ожидаю продолжения ее роста и в будущем. Причем я жду еще более быстрого роста. Как, например, вот здесь. Вы видим эту линию, загибающуюся вверх. Также вот здесь первая красная точка является началом бычьего рынка, цикла халвинга. И, конечно же, бычьего рынка. Потому что они всегда начинаются прямо за халвингом. Так было в 2020-м. Так было в 2016-м. И также это было в 2012-м. Так что посмотрим, к чему это нас приведет. По крайней мере, уровень в 100 тысяч мы должны вот-вот увидеть. И я уверен, что это произойдет уже в этом году. Причем, может быть, раньше, но не позже. Реализованная цена. В настоящий момент это очень интересный график. Реализованная цена — 30. Двухлетняя реализованная цена — 47. Они снова обе растут. И обратите внимание на то, что картина очень похожа на то, что, например, было вот здесь. Когда реализованная цена росла, потом немного пошла в горизонт, затем снова начала расти. В 2016-м. Прямо перед бычьим рынком 2017-го. И взгляните, то же самое было в 2012-м. Реализованная цена растет, выравнивается, снова растет. И после этого начинается бычий рынок 2013-го. Еще очень интересные данные. Пятимесячная цена реализации. Светло-голубая линия. В настоящий момент она на 64 тысячах. И мы обсуждали с вами в последнем видео пятимесячную цену реализации, являющуюся уровнем поддержки для падений бычьего рынка. Как, например, вот это падение в бычьем рынке 2020-го. Он в итоге отскочил от этой линии поддержки. И аналогичное произошло в 2017-м. Этот провал бычьего рынка отскочил от светло-голубой линии вот здесь. Так что я снова ожидаю, что это произойдет. И на самом деле мы это видели в апреле. Апрельское падение было в бычьем рынке. И, ну ладно, пятимесячная цена реализации была на 60, а биткоин был немного ниже этого, на 59 или 58. Но, несмотря на это, с точки зрения закрытия месяца, цена реализации за 5 месяцев стала отличным уровнем поддержки. И мы отскочили от этого месяца в мае прямо с этого уровня. И очевидно, что этот уровень сейчас растет. И сейчас он на 64 тысячах. Так что, делая агрессивное предсказание, я не думаю, что мы увидим цену биткоина ниже 64 тысяч. Следующий график. Реализованная прибыль. Вернулся оранжевый. Продавцы в мае поимели 38% прибыли в сравнении с теми уровнями, на которых они закупались. Так что этот паттерн очень похож на, например, на тот, который был здесь в 2016-м. Мы видим красное, зеленое, оранжевое. Красное, зеленое, оранжевое. И в 2016-м, конечно же, было начало бычьего рынка. Ладненько. Взглянем на последний график. Биткоин в прибыли. Также вернулся в оранжевое. 93% ходлеров в прибыли. Что мы можем сравнить с 2020-м, когда мы видели с вами красное, желтое и снова красное. Теперь же у нас красное, желтое, оранжевое. Но я уверен, что в будущем мы видим очень много красного. Так что спасибо, что заглянули. И сделайте хорошее. Подпишитесь, пролайкайте и накомментируйте. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...